Девушки отдыхают Нашим участникам нужно ответить на один и единственный вопрос. Да или нет? Взять или отказаться? И в быстрый счастливый случай вот залог успеха. Добрый вечер, дорогие друзья. Вы перед программой «Сделка» и я, ее ведущий, Алексей Веселкин. Здравствуйте! У наших участников есть куникальная возможность разбогатить. Самое удивительное, что для этого им ничего не нужно делать. Ровным счетом ничего. В случае интуиция, самообладание. Вот и все. И тогда у них есть реальный шанс стать обладателем трех миллионов рублей. Ну что же, какие деньги могут изменить судьбу любого человека. И мы начинаем. Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте, уважаемые ученые. Здравствуйте. Рад вас видеть. В хорошем настроении. Все очень красиво. Так. А я как вы лежите. Хорошо? Хорошо. Ну что же, у нас есть новый игрок. Валерий, мы вас приветствуем. Вливайтесь в нашу компанию. Валерий, вам очень повезло. Здесь прекрасные люди. Да, вот он. Итак, дорогие друзья. Давайте поприветствуем господин банкира. Вас приветствуем, господин банкир. Да. Именно на ваши деньги мы сегодня будем играть. Именно ваши три миллиона находятся в игре. Итак, друзья. Перед вами чемоданчики с цифрами. И в них деньги. Где находится какая сумма, не знает никто. В этом-то все и не было. Но где-то есть три миллиона рублей. И пока, надо сказать, еще не один наш игрок не сумел выиграть эту сумму. Как все интересно. Кстати, я предлагаю нашим телезрителям присоединиться к нам. Вы можете выиграть 50 тысяч рублей. Отправьте смс-сообщение на номер 7755 со словом «Банк». В конце нашей программы мы подведем итоги смс-игры. Вот как. Друзья. Как все просто. Нам просто надо открывать чемодан. За ним следующий. После шестого нам позвонит господин банкир. А та сумма, которая будет в чемодане, просто исчезнет из нашей игры. Как все просто. Но кто же это будет делать? Кто сразится сегодня с банком за три миллиона рублей? Итак. Внимание. Ответ у компьютера. Стоп. Светлана. Светлана Триженко. Света. Мы вас поздравляем, Светлана. Собирайтесь к нам. Да, Света. Да. Это произошло. Не забудьте свой чемоданчик. Пусть термеза. Номер 14. И. Так. Света. Идите. Идите ко мне. Замечательно. Добрый вечер. Мы с вами как будто куда-то собираемся просто в какую-то ресторацию. Ну, я не хочу от вас просто отказаться. Вспоминается народно-английский певец Крис Дебург. Совсем народно. Леди Инред. Да. Я стараюсь соответствовать песне. Да, великолепно, очень стильно. Итак. Ну, во-первых, я вас поздравляю. Спасибо большое. Замечательно. Так долго вы там все-таки это воспринимали. Очень волнительный данный момент. Да? А мы сейчас постепенно, Светлана, будем спокойненько расслабляться. Как бы я всегда буду усыплять вашу бдительность. И вот так вот вы ничего не будете, потому что я ведь тоже очень нервничаю. Как я нервничаю. Не надо бояться. Подходите поближе ко мне, к этой кнопке. Вот она. Так. Так. Ход. Замечательно. Значит, это кнопка. Чемодан. Номер 14. Телефон. Как на рабочем месте у меня там. Почти мое рабочее место. А, это ваше рабочее место? Да. Ну, все, работает, собственно говоря. Компьютер, пожалуйста. А вот и компьютер. Вот и компьютер, да. У нас, смотрите, большой. Есть компьютер какой. Видите? Ах. Гигантский компьютер. С цифрами. Да. Итак, значит, вот ваш начальник банкир. Я промежуточное звено, собственно говоря. Вот. От меня, как выясняется, ничего не зависит. Света. Ничего. Мне очень хочется вам помогать. Все, что смогу, все сделаю. Итак. Начнем. Открываем суммы. Вот они. Три миллиона, как необходимые вам. Точно. Полтора миллиона. Тоже необходимые. Все. 500 тысяч. Замечательно. Василий, вам напомню. Ой, Василий. Шикарно вчера играл. Просто обалденный. Замечательно играл. И унес отсюда 500 тысяч рублей. Зависть в плохое чувство. Надо 3 миллиона. Конечно. Что вы. У нас другие амбиции. Итак, давайте поиграем. Давайте. Начинайте. Цифра 9. Роза. Порадите, пожалуйста. 9. Розалия. Это моя первая. Мне открывать это, да? Да. Ничего страшного. Берете и открываете. Ничего, это очень хорошо. Начинать. Набывают большие суммы, но они, как сказать, успокаивают потом. Да, все нормально. Итак, с чего начнем? 9. Открываем. 100 рублей. Так удачно. 100 рублей. 100 рублей. Ушло. Зачем именно? Я просто думаю, еще нет ее. А вы стали 100 чемоданов сказать? Уже все. Это будет, но в конце игры у нас. Да. Такое тихое помешательство. Так, давайте откроем чемоданчик 18. Я почему-то так и поздно. 18. 8 плюс 1 тоже 9. Можно повезти. Итак. Да. Открываем. Миллион. Ты полезла серьезно. Как раз таки ровно в 10 тысяч больше, чем 100. Да. Вы как специалист можете сразу это все считать. Я даже не сообразил. АПЛОДИСМЕНТЫ Да. Миллион. Ну и Бог с ним. Не, Бог, конечно, с ним. С ним, да, с миллион. Хотелось бы, чтобы и со мной. Все нормально? Да. Да. Я уверен. Да. Так, давайте откроем с вами 17 чемоданчик. 17. О-о-о. Ого, какой мужчина. Тимур. Тимур. Начинайте. Света. Да. Да. До вчерашнего вечера я, честно говоря, не знал, что тебе сказать, когда ты выйдешь. Но вчера вечером... Все произошло. Да. Ты очень красивая и умная блондинка. О, как! Неожиданно. Спасибо. Это первый компромет по блондинкам. Да, в этой передаче. Удивительно. Номер 17. Ваш. Десять тысяч. Да. Хорошо. Хорошо. Прекрасно. Итак, еще один чемодан. Я думала, что выйду, и какой-нибудь чемодан будет сразу глядеть на меня, я буду открывать. Нет, а здесь люди, оказывается, не чемоданы глядят. У нас чемоданок с глазами, к сожалению, нету. Слушай, здесь так интересно. Татьяночка. Будет я при этом 16. А, тогда мы узнаем. Все в порядке, да. Татьяна, вы сказали, что они любят, да? Прекрасно. Беспокойся. Да, давайте. Открываем. 15 тысяч. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Молодец. АПЛОДИСМЕНТЫ Точно. 15 тысяч рублей. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Миш, может, ты откроешь мне копейку? Ну, попали-то, а. Михаил. Друг мой. Космос с нами. Да, да. Так? Для меня сейчас очень тяжелый момент, потому что я не знаю, как я дальше буду ужинать без тебя. Да. Кормить будет некому. Я его из ложечки просто кормлю. АПЛОДИСМЕНТЫ Свет, готова увидеть сумму? Ну, что же делать? Смотри, сумма в результате. 15 тысяч рублей. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 50 рублей. Света. Даже не верится. Что, последний? Да. Если ничего, то же. Что-то не заделываться. Ну, звонка последний, я верю. Да. Шестой, будь, разговариваешь по телефону. Да, господа мои, друзья. А, нет, открой нам, пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ Шестерочку. Надеюсь, тут вылетит птичка. Птичка? 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Шести чемоданов. Должно произойти некое действие из банка. Финансовое предложение. Взрывается оно до финансового предложения. Почему-то молчат. А, нет. Обдумывают. Обдумывают, да. Долго на вас смотрели. АПЛОДИСМЕНТЫ У них сложная задача. Очень. Сложная задача. Может быть, вы, если бы, хотя бы не в красном там были как-то... Сейчас уже... Финансист-финансист, понимаю. То есть здесь предлагать нечего пока еще. Нечего? Вот интересно, кстати говоря, что вам финансист-финансисту предложит. Да. Господин банкер. Да. Представляете, предлагаю замуж. Извините, я уже замуж. Извините, все уже это было. Другое предложение. Ну, Владимир, я вам должен сказать. Удивительно. Если не хочет замуж, денег не дам. Представляете, после этого сразу вот так вот предлагаю. Нет, я всегда не буду ничего. Значит, 19 тысяч рублей. Свинство? Нет, просто... 19 тысяч 100! 19 тысяч 100! Даже 100! Накинул вот в этот момент, когда мы возмущались, 19 тысяч 100. Это не свинство. Это финансовый расчет. А. Как вы политкорректно сейчас? Ну, конечно. Коллеги. Да, да, да. Жду официально предложения. Итак, Светлана, значит, банк предлагает вам после вскрытия первых шести чемоданов сделку 19 тысяч 100 рублей. Сделки не будет. Правильно! Абсолютно верно! К чему она нам, эта сделка? К каждому человеку надо быть лояльным. Ну, конечно, конечно. Я вот буду лояльным телезрителям, и я их приглашу тоже играть. Вы можете выиграть 50 тысяч рублей. Звоните, отправляйте смс-сообщение на номер 7755 со словом «Банк». В конце нашей программы мы подведем итоги смс-игры. Ну, чтобы всех подключить уже. Еще три чемодана. Сразу вспоминаю Олесю, которая выиграла 700 тысяч. О, кто Олесю только сейчас не вспоминает? И она говорила, как трудно жить красивым девушкам. Нет, она говорила, как трудно жить красивым девушкам. А, это она себе же говорила. Да-да-да, и пропеллер здесь красивый, да. Как нам трудно. 700? Очень. Вот, кстати, интересно, у нас сейчас есть трудно или нет? 700 тысяч? Я думаю, что еще трудно нет. А, нет, думать нет? Да? Нет, другие цели уже в жизни, да. А, ну что, я тебе говорю, мощнейший скачок произошел, конечно. Так, давайте откроем чемодан номер 20. 20? Да, 20, Татьяна. 20. Свет, удайся тебе. Открываем, да? Вы разрешаете? Я-то заготовился. Да-да-да, конечно. Открывайте. Пять тысяч рублей. Пять тысяч. Как здорово. Пять тысяч копейка. Что вам эта копейка далась? Пять тысяч в этом же столбике. Знаете, я копейку просто ни разу не видела. Не видели? А, я могу сказать, такой кружочек маленький, вот такой, серебристый, там цифрка один написано. Я просто думаю, если я... Но кружок такой маленький, что копейку уже прочесть невозможно. Все, да? Нет. А я хотела, если вы, дырочку сделаете, повесить. Можно дырочку? Нет, на таком кружочке нельзя сделать дырочку. Если вы сделаете дырочку, уже не станет кружочкой. Тогда не будем копейку. Нет. Ну, пять копейку там хотят. Ну, да, пять копейку. Копейка нет. Итак. Итак. Саша, открой нам, пожалуйста, одиннадцатый номер. Александр. Алексей. Я здесь. Саша. Мы с преамбулкой или так сразу будем открывать? Ну, как хотите. Мне уже хорошо. Нет, я хочу, знаете, как? Я тут уже... Просто откройте и все, и вот этот чемодан. Замечательно. Давайте, Саша. Дум. Двадцать пять пишет. Двадцать пять. Давайте мы откроем номер пять, Ирина. Номер пять. А номер семь похожее. Сверху тебе очень хороший вкус. Надеюсь, он тебя не подведет и сейчас. Ира. Ну, давайте. Пятьсот тысяч рублей. Первый раз я открываю большие деньги. Когда-то это должно было. Ну, вероятно, судьба. Это судьба. Когда-то должно было это произойти. Не хотел плохого. Василий, а когда у тебя на льду вылипнулся, ты пятьсот. Мам, а это все хорошо. Пятьсот тысяч. Ну, серьезно. Василий, пятьсот у нас. В прошлой программе. В прошлой программе. Спасибо, молодец. Пятьсот тысяч. Расковала. Да. Звонок из банка. Давайте поговорим. Да? Да. А у меня другое есть предложение. Давайте. Чуть-чуть его, как бы, помучить. Мамкира. Нам с вами перевести здесь дыхание. А потом спокойно, знаете, так, как будто мы не нервничаем, спокойно подойти. И не раздавив телефонную трубку, подварить с ним. Давайте так сделаем. Давайте. Перерыв. Вот, собственно говоря, и все. Метает спири. Телефон звонит. Да. Сколько прошло в ливене, а он все звонит и звонит. Есть надежда, да. Есть надежда, что он скажет нам что-то приятное. Мы вот послушаем. Да. Что-нибудь приятное. Да, господин банкер, скажите что-нибудь приятное. Приятное. Спасибо. 43 тысячи рублей. Да. Да. Жадноват. Приятно. Официально. Официальное предложение. Банк предлагает вам 43 тысячи рублей. Я тоже. Отлично. Хорошо. Светлана. Отлично. Номер 13. Валерий. Валерий. Яркий, как солнышко. Это ваш дебют? Ну что, надеюсь, что чертова дюжина окажется для тебя счастливым выигрышем. Хорошо. Посмотрим сейчас. И? Ну? Полтора миллиона рублей. Знаете, что? Вот оттого. Хорошо было. Такого цвета, как мальчик. Да. Как-то у меня не получается налево. Еще направо. Что-то вы не как на ту сторону дебютант выступил мощно. Это вот старый игрок мог. Доказывает, что налево я не хожу. Куда вы не ходите? Налево. А, налево. Какова с логикой? Ну-ка, ну-ка, развейте. Значит, это доказывает, что налево вы не ходите. Да. Номер 15. 15? Ческа моего мужа. Виталий. Да. Света. Вы кому ценились? С ним сейчас вообще доставили. А это теска? Это теска. А, ну-ка, я же не знаю. Ты же знаешь, это серьезно. Да, здесь очень человек. Конечно. Света, я хоть с тобой не ужинал, и ты мне ничего не подсыпала. Тем не менее, я тебе желаю удачи. Спасибо. Прекрасно. Прекрасно сказано. Ну, 100 тысяч. Да что ж вы к этому правому столбику-то? Видимо, видимо... Невозможно. Видимо, знаем, где деньги лежат. Ну, что же такое, действительно? Там какая-то любовь у вас, кстати, страшная вообще. На всю жизнь. Сейчас я круг буду вам обходить, вокруг вас. Обойдите, может, повезет. Вот в том-то и дело. Может быть, как-то мы одну что-то в этот столбик будем. Да. Серьезно, да? 300? Да. 3 миллиона? У нас так давно, кстати, не было. Чтобы... Чтобы в себя было право и открыто, а лево и... Вот это я первый раз так сделал. Обратно, пожалуйста. Обратно еще. Секунду. Давайте сначала так попробуем. А если поможет, я пойду в другую сторону, да. Давайте. Если поможет, буду ходить все время. Я все сделаю. Я все сделаю для того, чтобы вам так... Вы такой добрый человек. Правда? Вы так болеете за вас? Да. Как? Нет, я серьезно. Свет, ну я серьезно за вас болею. Я понимаю. Я тоже, знаете, как переживаю. Да. Я же не простинник на стол. Спокойно. Все, что не делается, все к лучшему. Правда? Абсолютно точно. Все? Я хочу телезрителя пригласить. Хорошо? Да, конечно. Вы можете выиграть 50 тысяч рублей. Отправьте смс-сообщение на номер 7755 со словом банка. В конце нашей программы мы подведем итоги смс-ыгран. Все сделаем. Все. Все. Обошло. Сказал. Ну давайте продолжим. Ну и давайте. Номер 4. Лариса. Лариса. Посмотрим, помог ли круговой обход. Кстати, я сюда действительно уже несу некую ответственность. Мама. Да? Мне стало страшно вдруг при этом. И... 500 рублей. Дорогие друзья! Удачно я. 500. Видите как. Помогло. Всего на всего круг сделала. Помогло. Да. Второй бой сидел. Просто круг сделала. Второй бой сидел. В разочек. Я уж боюсь. А я не успею. Да. Да, господин банкир. Да. Чего вы жуете там? Вам уже... Вы... Нет, вы не уважаете нас что-то? Совсем вообще уже? Капусту жуете. Что это? Совсем вы уже там трехнулись. Вошел в банки уже. Вообще... Удивительно. Так. Годочка есть? Сколько? Хватает же ведь наглости-то предлагать. 67 тысяч рублей. Наглости мне отнимать. 67 тысяч. Итак, Светлана. Банк сделал предложение 67 тысяч рублей. Я отказываю. Молодец. Я думаю, что это возможность заработать. Конечно. Нет смысла, просто так взять деньги. Так. Так. Номер 10. Катюшечка. Катя. Ой, Светочка. Так жалко, что ты одна. Две блондинки, заметьте. Прислушивайтесь к разговору. Да, да, да. Умные. И зовут тебя Света. И светишь ты так же, как Свет. Хочу, чтобы ты выиграла. Очень нам в тюрьм хочется. Очень. Как увезет. Светик. Семицветик. Давайте. Давай, Катюш. Катя. Тысяча. Тысяча рублей. Очень хорошо. Отлично. Отлично. Вот хорошо. Ужас и всего. Тысяча рублей. Постойте, как талисман просто. А, просто как талисман? Давайте. Давайте. А я двигаться талисман должен или нет? Только говорить. Открывай. Открывай. А, я все. Я замер. Цифра 2. 2? 2. 2, Диночка. 2. Я только хотел с умной блондинки поговорить. Тут цифра 2. Ой, это вы. Я? Мне даже шевелиться нельзя, представляете? Я только говорить могу. Диночка. Мне вам... Мне вас очень жалко. Жалко? Вы первый человек, который меня жалеет. Это талисман. Пушистый. Мишка-талисман. Ну, откуда вы знаете, что я пушистый? 300 тысяч рублей. Я не виноват. Я не ходил никуда. Значит, насколько мне нужны деньги? Я согласен. Это хорошо. И как с этим бороться? Это не везет? Да. Это очень хорошо. Как с этим? Считайте, что вам не везет. Как это не везет? Потому что вы денег не везете? В данный момент. В данный момент. Это же прекрасно. Ведь наша жизнь состоит, она будет как сообщающий сосуд. Вы же знаете. Там убыла, там прибыла. Здесь не везет. Это должно быть. Вы же тем более связаны с финансами. Вы же должны знать это. С финансами всегда не везут. Ну, что вы говорите, Света? Я не раз в вашем настроении. Давайте его за руку подержим. И огонь. Нельзя ранить. Вдруг еще позвонит. Продолжим. Позвонит в любом случае. Давайте. Я остаюсь на месте. Ричард. Открой. Семерочка. Все-таки, Ричард. Я готов. В трудный момент. Без слов. Давайте. Главное, не волнуйся. Все будет нормально. В любом случае. В любом случае. Однозначно. Да. Давайте, Ричард. 50 тысяч. Ну, все. Правый почти закончился. Вы что это делаете, Света? Беда какая? Что это за беда у вас такая? Взяли, все вычислили там. Это тактика. Сейчас. Все. Здесь останавливаемся. А тактика, знаете, да. И потом... Ушка, надо давно было остановиться-то. У меня головные боли появились. Здесь. Буду говорить. Говорит. Поспокойнее попытаюсь поговорить. Алло. Господин Борисович. Че? Не готов был я к этому. Хорошо. Не готов был я. Такого в игре у нас предложения не было. Обмен. Вот на этой стадии... Вот на этой стадии нашей игры... Банк... Предложил вам обмен. Угадала. Я не готов к этому был. Вы пока думаете, Светлана? Это действительно очень неожиданно. Давайте прервемся. Давайте. Давайте? Да, подумаем. Вовремя будет это. Перерыв. Итак, Светлана, мы остановились на том, что банк предложил обмен. Да, очень неожиданное, собственно говоря. Очень странное предложение. Согласен. Я честно вам скажу. Как реагировать на это, я не знаю. Так что на меня лучше не смотрите. Там тоже что мы видим? У нас 3 миллиона. И раз, два, три, четыре, пять, шесть... Самых интересных. Чемоданов надо еще открыть. Ситуация у нас, конечно, еще та. Телезрители, присоединяйтесь к нам. Вы можете выиграть 50 тысяч рублей. Отправьте смс-сообщение на номер 7755 со словом «Банк». В конце нашей программы мы подведем итог. СМС-сообрать. Вот что Светлана. Светлана, банк предлагает вам обмен чемоданами. Ваш, но любой из неоткрытых. Я, пожалуй, обменяю свой чемодан. Один из неоткрытых. Так. Мне бы хотелось чемодан номер 19. Прекрасно. Просто хочется. Прекрасно? У нас неожиданная игра. Желания появились. Желания появились. Но как? 19-й? Давайте 19-й. Я как шпион в фильме, я читаю чемодан. Джеймс Бонд. Вот так. Бонд. Джеймс Бонд. Свет, на самом деле очень переживаю за тебя и болею, да? Не хочу давать. Нет, хотелось бы, чтобы у тебя все получилось. Да, согласен. Все будет хорошо. Согласен. Ну, меняемся, да? Михаил. Махнемся своими чемоданчиками, глядя. 19-й. Иду на базу. Возвращайтесь. Я сюда мучила один вопрос. Только один? Один. Да. Огласен. Люди, которые в студии, они телепаты, нет? В студии люди телепаты? Что вы? Они всегда кричат, нет, не меняй, или наоборот. Меняй, быстрее, прямо сейчас. То есть вас действительно мучает этот вопрос? Да. Телепаты, нет? Телепаты, конечно. Вот, честно сказать, мне даже интуиция как-то ничего не подсказывает. Они здесь делают. Ну, а что им сейчас остается делать? Телепатировать. Через газету созданы все телепаты здесь в России. Придется дальше работать. Думаете, да? А что нам остается делать? Мы поменяли сейчас... Работа у нас такая. Да, работать чемоданами. Открывательным чемоданом. Давайте продолжим открывать. И? 21-й. Наталья. Наташа. 21-й чемодан. Открывайте. Копейка! Какая-то я бездовалась. Вот, вот она копейка какая-то. Вам было интересно, как открывать копейки? Вот. Мы сейчас опять сделали, собственно говоря. Легко причем. Мы не подвещали. Уже... Да. Неркнули, где-нибудь дергаться. Нет, 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 ничего. Продолжим. Да. Два чемодана откроется. Будет предложение банка. Восьмерочку хочу откроется. Восьмерочка? Да. Света, ты в красном. Прошу тебя. Говоришь, что нам три миллиона. Прошу тебя, не печаешься напрасно. Я желаю тебе удачи. И все будет хорошо. Конечно. Я всегда тебя прошу. Открываем. Да. И... А-а-а. Ну, я прошу. Прошу меня. Видимо, это очень хорошее. И бишься в деньгах, повезет в любви. Он и пол homepage. Не бейте меня, ребята. Сэ-ля-ви. Фу. Ну и ну. Ну и ну. Бывает же, да? Ну и ну. А вы представляете, вот я сейчас думаю, а если бы вам... Какой сейчас чемодан вы открывали? Восемь. День моего рождения. Представляете? Если бы вот буквально несколько минут назад вам пришло бы в голову, сказали, я хочу обменять свой чемодан, номер 14, на номер 8. Чего вы туда-то не смотрели? Это не судьба называется, понимаете? Ну ладно, давайте открывать наши чемоданы. Все уж, да. Давайте посмотрим, на какую все-таки сумму мне повезет. Вот любопытных стенд. Да? Вот интересно. И тогда я уже буду знать, какая цифра вообще счастливая у меня. Да. Давайте. Далее. Номер 22. 22. Открываем. Десять копейки. Мы прям рядочно стояли. И весь камень ушел. Надеюсь, банкир не будет звонить. Не знаю. Сейчас что там с банкиром повезло. Звонит. Ага. Ага. Вот это, понимаете, такая классическая издевка банкирская. Позвонить в этот момент. Давайте послушаем. Да. Я думаю, тысячи... Ну ладно, пятьсот рублей. Все. Упил. Пятьсот рублей. Я вам подарю, так уж и будет пятьсот. Правильно. Деньги. Дальше играем. Итак, вам предлагать пятьсот рублей. Ну, нет. 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 Хватит-то быть. Пятьсот рублей. Так. Двенадцать. Скажите что? Секундочку. Оставшиеся три чемодана... Просто я сейчас умру. Мы откроем. У меня такого просто не было еще ни разу, понимаете? Ну ладно, еще кое-чего-нибудь, этих средств нужны. Потому что, ладно, Андрес с копейкой. Да. Но все-таки он мужчина. Да. Понимаете? Я сейчас в смятении нахожусь. Давайте прервемся, а, Светлана? Давайте прервемся. Перерыв. Все. Ну, я почти пришел в себя. Мы вернулись. Давайте дальше открывать. Давайте. Чемоданчик номер двенадцать. Посмотрите на своих товарищей. Сестра. Вперед. Вперед. Ну-ка. Рубль. Погряд идем, кстати говоря. Рубль. Ты будешь знать, где они спрятались. Так. У вас-то там что же? Так. Следующий чемоданчик. Третий. Три. Итак, это номер три. Светлана. Александр. Скажи что-нибудь. Александр. Да, это, конечно, тяжелый случай. Но я хотел о другом сказать. То, что женщина красивая. И вместе с тем сильная. Это величайшая драгоценность. А удача, она любит сильных людей. Так что, в принципе, в своем. Это не последний день для него. Это его триумф. Он состоит. Спасибо. Согласен. Десять рублей. Неужели пять мы... Ну вот. А мы сейчас увидим. Встает момент истины. Хотел сказать, момент истины. И тоже звонит. Зачистил. Тысячу мощных продаж. Вы знаете, он зачистил со своими звонками. Давайте послушаем. Светлана, давайте послушаем быстрее. Что вы хотите-то от нас? Ничего не хочется. Почему? Хочет, он успел сказать. Я успел услышать. Полторы. О-о-о. Какая мощь. Мощь. Мощь, правда? Полторы тысячи рублей. Даже не знаю, как дальше поступить. Я посоветовать не могу ничего. Представляете, может взять действительно полторы тысячи рублей. Полторы тысячи рублей. Давайте вы мне уже официально сделаете предложение. С удовольствием. Я хочу предложить вам вполне официально от банка предложить вам полторы тысячи рублей. Я думаю, проживу без них. Да? Да. Но будет очень трудно. Учтите. Я даже не знаю, как я переживу этот момент. Какая вы мужественная просто. Очень. И в то же время женственная. Представляете? Нет, то есть? Нет. Нет. Так. Да. Где? Где? Вот и все. Вот сейчас любопытно. Интересно. Интересно. Что же там? Что же я наменяла? 14-й это был ваш шамадач, кстати говоря. Будете? Да. Надо будет узнать, что там. Вдруг большие деньги. Да, да. Я лжу. Две пятьсот. Видимо, одеяния мне не понадобились. Оказывается, счастливое число. Без комментариев. Без комментариев. Все, Маша, Светлана. Все, Маша. Все очарованы. Дышали. Что вам еще нужно, собственно говоря? Почему? Нет, только слава. Вот она. Она пришла, наконец-то. К вам пришла слава. Мощно пришла. Видите? И свидетелями этой славы и ваши товарищи, зрители. А я должен это все-таки сделать. Там, в этом чемодане. Неужели пять рублей? Ваш выигрыш. Да? Да. Все по-честному у нас. Пять рублей. Светлана, вот вы. Итак, Светлана. Да вы все равно победители. Это наша Света. Идите, мои все очаровательные Светлана. Победитель. Не важно, какие деньги вы выиграли в данной ситуации. Не важно, Света. Все у самого хорошего. Счастья. Видимо, так должно быть. Нельзя быть такой красивый. Видимо, у нас все что-то очень интересное. Наверное, поездка все-таки в Светлана. Я думаю, обязательно. Ничего. Просто так, Светлана. Не бывает. Но это с нами очень точно. Я еще раз вас поздравляю. Мне было очень приятно, что вы выходили на нашей программе. Что так, с чем у нас все прошло. Да, вот и шок слава. Слово. Собственно говоря. И народная любовь. Это самое главное. Ну что же, дорогие друзья. Это была программа «Стелка». Я ее ведущий Алексей Веселков. Ну а прямо сейчас мы переходим к подведению итогов нашей СМС-игры. До встречи! Я поздравляю Светлану с игрой. Меня зовут Ольга Чудакова. И я подведу итоги игры с телезрителями. Сейчас я узнаю имя нашего победителя. Итак, алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Галина. Галина, вы откуда? Из города Чкаловска, Нижегородская область. Ну что же, с нами играет Чкаловс. Вы первый раз играете? Да, первый раз. Я желаю вам удачи и предлагаю сделать свой выбор. Итак, у меня три чемодана. В одном из них находится главный приз. 50 тысяч рублей. В двух других призы поскромнее. 25 тысяч и 10 тысяч. Какой чемодан вы выбираете? Я думаю, 23 я хочу. Вы хотите 23. Вы уверены в этом? Ну, в общем, да. Ну что же, посмотрим, что в двух других чемоданах. Итак, в 25-м чемодане у нас 25 тысяч рублей. В 24-м волнуетесь? Очень. Я тоже. В 24-м 10 тысяч рублей. И в 23-м 50 тысяч рублей. Ну что же, я слышу. Вы рады. На что вы понравились деньги? Очень. Ой, отдыхать поехали. Ну что же, счастливо вам отдохнуть, позагорать. А главное, не вешайте трубку. Наш редактор объяснит, как вы сможете забрать свой выигрыш. Уважаемые телезрители, на месте нашей победительницы можете оказаться вы. Для этого зарегистрируйтесь на следующую игру. Пришлите смс на номер 7755 со словом банк. Ваши сообщения попадают в базу данных. И затем компьютер случайным образом выберет выигрышный номер. Может быть, это будет ваш номер. И вы сможете побороться в прямом эфире за главный приз. 50 тысяч рублей. Присылайте смс, продолжайте играть. Итоги подведем в следующей игре. 20.00 с понедельника по четверг. Программа «Сделка». Всего доброго, счастливо, удачи! Моя фамилия Шматко, понятно? Я не Рокфейнер. Видишь, мы с ним даже не отомимиться. У Рокфейнера денег вон. А у меня, блин, на нем нынче это поздалось, понятно? Еще троги по каналу, блин. А это как? Звонить можно только в случае ядерной войны и начала военных действий. Понятно? Все. Солдаты. Прямо сейчас. Продолжение следует.